Больше хороших новостей. В Самаре подводят итоги 10-го юбилейного конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». Журналисты, блогеры, пиар-специалисты, СММ-менеджеры и пресс-секретари присылали на суд жюри сюжеты и статьи, в которых говорится о «Добрым и вечном». Помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, братьям нашим меньшим, социальная реклама и проекты. Всего более 400 заявок. Есть замечательные семьи, о которых хочется рассказывать. Есть люди с ограниченными возможностями, которые, несмотря на свои ограничения, имеют такую силу воли, силу духа, которые не только сами совершают добрые дела, но и ведут за собой. Есть замечательные спортсмены, есть молодежь, которая становится волонтером и совершает добрые дела. Вот хотелось бы, чтобы об этом говорили, об этом знали. Возглавил комиссию ее бессменный руководитель с 2012 года, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Понимая, что если ты прикладываешь свой талант на то, что ты делаешь, ты получишь заслуженную оценку. Здесь не играют у нас никакой роли, никакие ни звонки, ни роги, фамилии. Конкурс «Добрые новости» этого года проводился одновременно с конкурсом «Юнкор», который, по сути, является его младшим братом. Он ориентирован на юное поколение журналистов. В этом году он носит имя Ильи Авдеева. Талантливый журналист и пиар-специалист, который трагически ушел от нас в возрасте 25 лет. Конкурс «Юнкор» он начинал, и важно, чтобы его молодые участники знали и равнялись на таких творческих людей. В составе жюри профессионалы своего дела, знаменитые журналисты, члены Журналистского союза России, редакторы СМИ, в том числе и главный редактор телеканала «Самара ГИС» Елена Орлова. Экспертная комиссия оценивала конкурсные работы в нескольких номинациях – лучшая публикация в печатных СМИ, лучший телевизионный сюжет, эссе, а также лучший социальный ролик в интернете и другие. В этом году добавилась еще одна новая номинация. Перечень номинаций год от года растет. В этом году появилась номинация паблики социальной направленности. История с пандемией подтолкнула нас еще больше уйти в онлайн, и сегодня возможности интернета используются все больше. Победители творческого состязания станут известны уже в ближайшее время. А конкурс «Добрые новости» перешагнет очередной рубеж и будет ждать новых номинантов и победителей, но уже в следующем году. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. ДИМУ НА НОТРОВ.